Всем здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня я буду очень хрипеть, потому что я болею, у меня уже три дня нет голоса. Вот сегодня его подобие появилось, и я вам срочно записываю ролик, потому что в квартире начнется ремонт, и я вам не успею ее показать. Поэтому всем здравствуйте, меня зовут Анна, вы на канале Купить недвижимость в Испании, я агент по недвижимости в Валенсии, агентство называется Испания Инвест. Агентство занимается 90% инвестированием и работает с инвесторами. Мух сел на очки, поэтому сегодня мы с вами посмотрим очередную квартиру, купленную моими клиентами для инвестирования. Но, возможно, они там и жить будут даже. Где мы с вами находимся? А мы уже здесь с вами были, друзья мои, в этом же доме причем. Показывала, может быть, год назад квартиру на улице Пласса де Пуэта Баденес, номер 2. Вот можете развернуть взгляд, посмотреть на этот дом. Значит, квартира в районе на улице Авенида де Ла Плата, да, вот здесь вот сзади меня. И это район Наруэя, Куатра Карерс, да. Туре у нас совсем недалеко. Это вот эти социальные дома, которые с двумя лифтами, которые без колодцев. Замечательные дома, так что пойдемте с вами еще раз сегодня посмотрим. Итак, друзья мои, мы с вами уже были в этом подъезде, да. Помним, что мы с вами раньше смотрели, и вот этого всего нет. То есть вы заходите, вот туда посмотрите, вы заходите напрямую в подъезд там. А в этом доме люди скинулись и загородили эту зону, чтобы там никакие бомжи не пристроились спать. Вот, поэтому видите, совсем другой вид. Вот, заходите сюда, да. Видите, совсем по-другому у себя и чувствуешь, и все, и ощущаешь. То есть вот эта вся зона, она вроде как улица, а вроде как люди, видите, сделали двойную защиту, скажем так, дома, да. И вот теперь мы уже заходим в подъезд, смотрите. Так, ну что, смотрите, вот мы с вами зашли. Пандус у нас сделан, да. Я, собственно, вам уже все показывала в этом доме, не помню, как оно было раньше, да. Но сейчас так, помним, эти дома мы с вами уже видели, эти подъезды мы уже знаем. Заходите сюда. Смотрим на ящики. Ну, они старенькие, но они вполне функциональные, да. То есть они просто все вместе старые, не выломанные ничего, просто старые. Дальше едем с вами в лифт. Лифты у нас вот такие, да. Заходим и поехали на седьмой этаж. Так, выходим из лифта, мы на седьмом этаже. И будем заходить в квартиру. Видите, большие добротные лестницы, да, очень удобно ходить. Все очень даже просторно. Пошли теперь в квартиру. Так, друзья мои, заходим. Ну, что, собственно, не удивит вас ничего, вы уже это все видели, да. Коридорчик небольшой, вполне приличный коридорчик. Здесь там вещи оставил, переоделся и пошел в гостиную. Вот такая большая у нас и просторная гостиная. Смотрите, что места достаточно. Здесь за стенкой у нас коридор, здесь за стенкой кухня, да. И, собственно, самое главное в этой квартире, друзья мои, посмотрите, куда смотрит это огромнейшее окно. Сейчас я вам даже отодвину вот эту вот древнючую раму. Вот, видите, смотрите, какая красота. И что мы там видим? Правильно, мы видим город науки. Это здание оперы. Ну, помним, да, что кричать я не могу, поэтому сильно фанфарами вам сейчас не могу тут. В общем, когда будет много листвы, сейчас у нас грубо там зима, да. Может быть, будет не так сильно видно, а может, наоборот, будет еще лучше. Не знаю. Вот, но суть в том, что очень красиво это все выглядит. Ладно, пока не буду закрывать. Итак, значит, гостиная, да. Едем дальше. Кухня. Кухня красивая вообще. Красота, лепота. Чего? Квартира под ремонт, полностью убитая древняя квартира. Все нормально. Значит, так вот она выглядит, да. И вот сюда идите, здесь у нас, собственно, выход в коридор. То есть кухня имеет два входа. Один с одного коридора, другой со входа, да, практически. То есть удобно со всех сторон зайти. Ну, что мы здесь имеем? Мы не имеем, я бы сказала, балкона. Вот здесь вот можете заглянуть. Здесь вот у нас Авенида де ла Плата. И, как всегда, вот это вот решеточки. Вот эти непонятно зачем. Внизу, наверное, много труселей. И всего, что только можно найти внизу. Опять у нас квартира без балкона. К сожалению, я не знаю почему. Чем дальше мы идем в цыганские районы, тем у них больше и шире балконы. Представляете? Как говорится, бедному населению балкон нужен. А более-менее с деньгами перебьются, получается, да. У них турия рядом, поэтому им нормально. Так. Вышли отсюда, сразу хоп, и в комнату. Обычная небольшая спаленка. С абсолютно обычной планировкой. Окно. Также мы смотрим на город науки. И у нас также появляется встроенный шкаф, который так любят все испанцы. Съедающий, ну, очень много места в спальне. Здесь тоже будет внутренний шкаф, встроенный, но с той стороны, в другой комнате. Мы это все сломаем и сделаем нормальную здесь комнату, не такую маленькую. Так, дальше едем. Едем дальше. Тут закрыли, тут открыли. Давайте сюда пока пройдем. Вот у нас здесь как раз та самая вторая комната. И вот этот вот встроенный шкаф. То есть мы здесь продолжим стену, сделаем все одинаково. А там у нас будет больше поверхности. Вот здесь мы уже смотрим в другую сторону. Посмотрите, здесь мы смотрим на Авенида де Ла Плата. Вот, видите. Мы с вами уже не раз смотрели на этот проспект. Большой, хороший проспект. Здесь солнышко будет только по вечерам, что летом очень хорошо. Но зимой греться надо везде и всегда. Вон, видите, я не грелась, вот получил. Так, последняя спальня. То же самое смотрит на Авенида де Ла Плата. И также имеет встроенный шкаф. Здесь с одной спальни, здесь с этой спальни. Тоже будем ломать и увеличивать пространство. О, вот так у нас все хорошо. Вот такие вот даже шторки ажурные. Видите? Все очень древнее. То есть это вообще очень... А, да, оно еще не открывается, окно. Вот видите, там карнизик висит, он не дает его открыть. В общем, все будет сломано и все будет переделано. Пошли дальше. У нас осталась с вами ванная. Тут красота. Сразу вам говорю. Она маленькая, поэтому сами, сами. Смотрите. Здесь прям... Не хочу ничего трогать. Но здесь прям попно. От потолка до пола. Собственно, я привыкла, меня не пугает. Нормальная обычная квартира под ремонт. Какая разница, если делать ремонт, в каком она состоянии? В полностью убитом или с испанским ремонтом? Суть и не меняется. Вот такое окошечко. Шивенькое немножко, да? Вот, но... Что, нормально? Нормально, все нормально, все сделаем. Будет шик-блеск, красота. Все. Квартиру мы с вами посмотрели. Теперь мы, наверное, так как сесть негде, спустимся вниз в парк, где начинали. И расскажу вам много интересного. Пошли. Друзья мои, продолжаю вам хрипеть и выхрипывать этот ролик. Там бабки в стороне орут, как потерпевшие. И я не могу сесть на лавочку рядом, потому что мне их не переорать. Поэтому придется мне стоять и рассказывать вам о том, что происходит. Думаю, что после этого ролика я еще раз заткнулась на три дня. Вот видите, как корона-то. Кому-то корона вообще не мешает. А мне вот корона дала такие эффекты, что теперь при любой простуде у меня пропадает голос. В жизни такого не было. А сейчас вот получи, распишись. Неделю хожу без голоса. Ладно, продолжаем разговор. Слышите, бабка там на фоне орет? Может быть, слышите? Значит так. Квартира. Куплена клиентами когда? В каком мы сейчас времени-то находимся? В феврале она куплена? 2023 года. Что, сколько метров, я не знаю. Ну, где-то там 90, наверное, 85. Три спальни, да, мы видели с вами. Ванная, гостиная, кухня. Обычная, стандартная квартира. Без колодцев. Все окна на улицу. Да еще и на город науки с вами смотрим. Красотища. Что тут сказать? Как покупалась квартира? Это очень веселый, на самом деле, рассказ. Я надеюсь, что у меня хватит голоса, чтобы вам его закончить. Значит, клиент... Посмотрели мы с ним эту квартиру. Она была 137 тысяч. Я говорю, не, говорю, за 137. Вот, ну, покупать квартиру в таком состоянии, ну, это просто. Она выйдет нам в 180 тысяч после ремонта. Я говорю, это очень много. Я говорю, не, говорю, я против. Он говорит, Таня, ну, нравится квартира. Я говорю, нет, говорю, надо сильно торговаться. Сильно. А торговаться надо было с шайкой. Да, помним, зеленая шайка. В общем, мы предложили 125. О, бабки уходят. Можем сейчас с вами пересесть. Я предложила 125. И мне агентство сказало, Аня, там три наследника. Два нормальные, без проблем. А третий, ну, это просто жесть. Его ненавидят все. И он всегда все говорит против. Вот лишь бы сказать против. Я говорю, ну, хорошо, пусть дальше продают. Она уже продавалась к тому времени, какой-то срок, да. Мы предлагаем 125. Первые предлагаем 125, хоть что-то, да. Они говорят, нет. То есть со 137 предлагаем 125. Нет, ну, нет так нет, ради бога. Я говорю, хорошо, мы уходим. Фу, друзья мои, слава богу, все ушли. Я вам могу хоть сесть. Ну, так вот. Значит, 125 отказались. Я говорю, да ради бога. Ну, и человек, который агент, да. Мне говорит, Аня, у меня есть другая квартира. Я говорю, ну, давай. И он предлагает квартиру за 140, которую вы уже видели. Она находится за этим домом, да. Которую вы видели. 140 полностью с ремонтом, 10 этаж. Я вам ее показывала. Там поищите в роликах, найдете в ютубе. Представляете, 140 и 137. Руина под ремонт против сделанной уже полностью квартиры. Заезжай, живи. Я говорю, давай покупать за 140. Она была 145. 5 мы скинули. Плюс комиссия того агентства 5. В общем, 145. И мы ее купили. И клиенты приезжали, в ней пожили. Говорит, Аня, я все-таки хочу за 130. Я говорю, да что ж ты к ней прицепился? Он говорит, так там видно город науки из окна. Я говорю, да и ладно, это бог-то с ним. Он говорит, нет, я хочу смотреть. В общем, мы долго с ним спорили. Он говорит, ну, давай за 130 купим. Я говорю, да дорого. Говорю, 30-ка, минимум 30-ка в ремонт. И она у тебя 100, сколько там, 160, да плюс расхода на 180. Говорю, да нафиг надо. Говорит, Аня, я хочу. Я говорю, ну, хорошо. Опять связываюсь с этим же агентом. Говорю, так и так, что они там не созрели на 125? Говорит, не, не созрели. Я говорю, ну, давай тогда предложим им 128. Он говорит, ну, я думаю, 130, они согласятся. Я говорю, не, 128 давай. Мы предлагаем 128. Они говорят, 131. Я говорю, да что ж такое? Я говорю, пошли их нафиг. Он говорит, пошлю. А клиент говорит, Аня, я хочу, что делать? Я говорю, господи, да что ж такое? Ладно. В общем, уламывают их на 130 кое-как. Но это еще не конец веселья, друзья мои. Там, короче, это вот, как она оказалась, которая палки в колеса всем вставляет, это адвокатша. Просто неадекват. Вот просто реально неадекват. Говорит, нам не нужно задаток, мы пойдем сразу к нотариусу. Ей все начинают говорить, что ты понимаешь, что люди могут, я, как покупатель, могу не явиться к нотариусу. И все потратили время. Или ты, как продавец, можешь не явиться к нотариусу, а я пришла к тебе с банковскими чеками, а ты не явилась, что мне делать? Ну, грубо, да? Короче, там не алло, я все знаю, у меня семь пядей во лбу, я все умею, я все знаю, не надо меня учить жизни, все дураки. И мне этот агент, кстати, агент, пользуюсь случаем, да, вам его прорекламирую. Это технокасса, нет, это эксперт-касса, зеленая шайка одна из, помним, да, зеленая шайка, тех, кто не знает, меня первый раз видит. Зеленая шайка агентств, это мы так прозвали, технокасса, эксперт-касса и темпо-касса. Вот вы их сейчас здесь видите, да, их название. Почему зеленые, видите, они все зеленые, у них всех одинаковые значки, хрен разберешь, кто есть, кто. Поэтому зеленая шайка, сволчьи и хулиганы. Вот, у них, им лишь бы срубить денег, их вообще не интересует, понравится вам квартира, не понравится. Попадете вы с ней, не попадете, им это не важно. Ну так вот, и они всегда берут большие комиссии. Так вот, друзья мои, эксперт-касса в районе, я не знаю, как у нее будет название, Морверде, наверное. Там работает такой парень, Эдуардо. Замечательный, друзья мои, парень. Просто вот, вы не поверите, советую к вам и к нему обращаться. Да, я вам как агент говорю, что я ему доверяю, это замечательный человек. Более того, я его спросила, вообще, что ты делаешь в этом ужасном агентстве? Он говорит, Аня, агентство ужасное, но я терплю. Я говорю, что ты терпишь-то? А он говорит, я учусь, набираюсь опыта, да, и обязательно от них уйду. Я ему говорю, Эдуардо, друг, ну ты знаешь, куда идти, Эдуардо. Он говорит, да я уже понял, говорит, Аня, нам очень понравилось вместе работать, да, и замечательный человек, абсолютно не вписывающийся в эту жуткую шайку. Ну, он это понимает и терпит. Ну, да ладно. То есть, вот вам, пожалуйста, да, если вы думаете, что вот, каждый агент за себя, там, да, что я тут вам распинаюсь, чтобы вы все ко мне приходили, да не надо ко мне приходить. Я вам говорю, вот этот агент хороший, Эдуардо, да, можете к нему пойти, если кому-то нужно в этом районе квартиру, идите к нему, и он, скажите, что от меня, да. Ему будет приятно, мне от этого ничего не будет, ни копеечки, просто он будет знать, что я к нему хорошо отношусь, и, может быть, когда-то он придет ко мне работать, я его с удовольствием возьму на работу. Вернемся к нашим баранам, как говорится, да, а там именно баран был продавец. И что, продолжаем вам рассказывать. В общем, он их уломал кое-как на 130, плюс 5000 комиссии этого агентства, то есть 135. Ну, как по мне, это сильно дорого. Но клиент хочет смотреть на город науки, и Аня бессильно. Если клиент хочет, Аня делает. Ну, так вот, и, в общем, приходим мы на сделку, и агент, и его директор очень нервничали, очень переживали. Я пришла на сделку, они все вот такие, я говорю, да что с вами? Она ненормальная, вот эта вот адвокатша, да, она ненормальная, она нам сорвет сделку. Я говорю, да с чего вы это взяли? Нет, она неадекватная, она вот сейчас нам сорвет, а никаких договоренностей, кроме устных, нет, то есть письменных, нет, да. Грубо, они профугают свою комиссию, если сделка не состоится, вот и все, да. В общем, я начинаю тоже заводиться. Я, в принципе, была на взводе, думаю, блин, если эта дрянь вякнет, хоть слово, я взорвусь там и скажу ей все, что я о ней думаю. А я о ней много думала к тому моменту. Ну, да ладно, приходит, сразу видно, что зашла она, эта корона не прошла, в дверь пришлось ей нагибаться, да. То есть там все сияние вокруг нее, ну, это видно сразу, да, то есть и ее внешний вид, и ее поведение, и ее выражение лица сразу видно. Я здесь главная, все заткнулись, это она к нотариусу зашла. Ну, и такая ко мне, а они ей сказали, Ань, мы ей сказали, что ты тоже адвокат. Я говорю, ну, хорошо, нет, оно, в принципе, так и есть, у меня юридическое образование, но я не адвокат в этой стране, но неважно, опыт-то у меня есть, я была адвокатом в своей стране. Ну, так вот, она, значит, заходит, и ей говорят сразу у стойки, а вот сидит покупатель, а она ко мне разворачивается, подходит ко мне, говорит, здравствуйте, вы адвокат? Это все, что ее интересовало, представляете? Я говорю, ну, допустим, вот, в общем-очень странная, да, но, в принципе, она начала со мной разговаривать, и я не увидела, что она прям какая-то, ну, да, она немножко не в себе, но нормальная, то есть не брызгала в меня знаниями и блеском, да, ну, да ладно. Я, на самом деле, пообщавшись с ней, поняла, что это человек, который очень боится, представляете? То есть это не человек, который уверен в себе, это человек, который так сильно боится всего, будучи адвокатом, да? Ну, видно, скажем так, откладывает отпечаток, когда к тебе приходят с разными историями, их рассказывают, и ты начинаешь бояться всего. То есть ее вот эта вот уверенность в себе, на самом деле, это прикрытие от неуверенности вообще, в принципе, во всем. Ну, да ладно, зашли мы, в общем, сидели, пока ждали, она мне говорит, скажите, а кто будет жить в нашей квартире? Я говорю, я говорю, вам пофамильно, и вы написать, или как? Я говорю, под аренду квартира будет. Ай, боже! Они там, короче, все в шоке, потому что в этой квартире они жили с детства, им эта квартира очень дорога, ну, таких много неадекватов, понимаете, которым квартира дорога, поэтому они ее втирают за 140 тысяч, потому что, ну, они же там родились, а я, блин, виноват, что вы там родились, я что, вам должна 140 тысяч платить за это? Ну вот, значит, мы там родились всю жизнь, ой, пожалуйста, заботьтесь о квартире, ой, как она нам так дорога, как память, боже мой! В общем, я выслушала историю жизни, да, сначала, ну, и они потом спросили, кто там будет жить, я говорю, там будут жить... Ой, боже, мы думали, что там будут жить хозяева, там арендаторы будут жить, я говорю, арендаторы что, не люди? Ну, нет, мы думали, что там будут жить хорошие люди, семья. Я говорю, послушайте, говорю, арендаторы, а это не будут хорошие люди, семья? Говорю, вы чего? Ну, ладно, короче, там свое. В общем, когда они продавали квартиру, подписывали документы, они там все всплакнули втроем. Я сижу, мне смешно, если честно, я все понимаю, да, там, прикипели квартиры, а потом пишет нотариусу, укажите, адвокатша, укажите в документах нотариусу, говорит, что квартира стояла закрытая 16 лет. Я так думаю, ты 16 лет не пользовалась квартирой, и мне сейчас расскажут, что она тебе дорога, она вот в таком состоянии, это еще вывезли хлам, там вообще было не пройти. Я говорю, ты мне сейчас рассказываешь, что у тебя была так дорога квартира, поэтому у тебя засрана, я извиняюсь, вот просто по самой не балуйся. Ну, так вот, в общем, купили мы эту квартиру, все перекрестились, все, слава тебе, Господи, слава тебе, Господи. Я говорю, ну, видите, говорю, а вы переживали. Эдуарду говорю, да, говорю, все, хорошо, Эдуарду, давай, ищи мне еще квартиру, этот человек хочет покупать еще квартиру, еще, еще, пять штук хочет именно в этом районе. Все яйца в одну корзину. Вот, ну, и теперь вот вы посмотрели квартиру. Значит, будет она, хозяева мне уже позвонили, сказали, что они, наверное, в ней сами, может быть, будут жить, поэтому будем мы делать ремонт, потом я вам ремонт этот покажу, если все хорошо у нас будет, все сложится. Все, на этом я заканчиваю. Я так понимаю, не только с роликом, но и со своим голосом. Когда-нибудь вам еще какие-нибудь ролики запишу. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok